МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите те еще новости на Медиаинформ. Каждый день большинство одесситов слышат хоть раз фразу «Передайте, пожалуйста, заднюю, за двоих». Но вот сколько пассажиров перевозят наши маршрутки за день и каким должен быть реальный тариф за проезд, никто сказать не может. Все цифры приблизительные, соответственно, и реальная прибыль – загадка. На это многие перевозчики играют, но в скором времени все изменится. По крайней мере, так обещают некоторые эксперты. Сфера транспорта – одна из самых коррумпированных по всей стране. И эта проблема есть и в нашем городе. Прозрачностью проводимых тендеров на маршруты тоже мало кто может похвастаться. И в этом снова убедились общественники, которые в рамках проекта «Партнеры в расширении прав» провели исследование сайта всех областных центров Украины. Наш городской сайт в этом рейтинге занял почетное место, ровно в середине всего списка набрав 43,5%. Причин такому низкому баллу – несколько. Одесская городская договоры с перевозчиками не предусмотрены на сегодняшний день. Мы не видим паспортных, мы не видим общественных обслуживаний. Вы пишете в дополнительных условиях, и это требует влады, но в договорах записывают достаточно демократично, и в судах можно отстоять, когда это не сделали. Перевозчик обязывает, например, на 12-25% каждый год обновлять свои маршруты, транспортный парк. Уже с 1 августа начнет работать портал «Про Транспорт», создатели которого обещают показать все, что скрыто. Сейчас же в рамках проекта для каждого города вычисляется среднее число льготников, пользующихся маршрутками за день. Это важный момент, так как сегодня точного количества перевезенных льготников сказать никто не может и даже не пытается посчитать. А зачем? Государством платится фиксированная сумма денег ежемесячно, а вот далеко не факт, что именно столько человек было перевезено. Если посчитать, то сумма из бюджета может резко уменьшиться, что явно не привлекает перевозчиков. Что же касается повышения тарифа на проезд в маршрутках до 6 гривен, то эксперты уверяют, для этого оснований не так много. Мне важно, я не справляюсь, закрываю маршрут. Такого нет. Есть, наоборот, борьба за маршруты, особенно за большим массовым маршрутом. Большим массовым – это где? Это не те, где на колечках, где там три пассажира, а где стоящие пассажиры. В Конотопе люди бойкотировали новые цены на проезд, массово пересев на коммунальный транспорт. И добились своего. Власти вернули прежний тариф. К сожалению, в Одессе такой сценарий невозможен. Электротранспорт попросту не способен справиться с такой нагрузкой. В этом случае панацеей выглядит введение систем электронных билетов. В Одессе это новшество обещают в скором будущем. Правда, даты не называют. Вирус Петя заставил понервничать многих. Но в Кабмине решили, что теперь за хакерские атаки должны нести ответственность руководители предприятий и подали соответствующий законопроект Верховную Раду. Каким образом эти руководители могут защитить предприятие от вируса Петя, когда сам Петя пробрался в компьютерную сеть Кабмина? Так, 13 июля Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект номер 6711 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение наказания для чиновников, директоров предприятий и организации всех форм собственности в случае хакерских атак. Только вот насколько это будет эффективным, пока сказать сложно. Сама эта статья, она ничего не несет. Она просто говорит о том, что ответственность есть. С чем мы столкнемся при принятии других нормативных актов, при принятии других правил по обеспечению технической восохранности информации, мы, по сути, и не знаем. Это как котик в мешке. Введение такого законопроекта, конечно же, продиктовано техническим развитием и недавней атакой вируса Петя на крупные предприятия и компания нашей страны. Теперь, если проект утвердят, то тем, кто не позаботится о защите информации, грозит штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов. Таким образом, хотят защитить персональные данные украинцев. Но защитят ли – непонятно. А вот то, что программное обеспечение подорожает, сомнений нет. Ведь спрос на него резко возрастет. Я думаю, что экономика всегда отреагирует на такое нововведение. И в любом случае продавцы, так как при увеличении потребности, мало того, это же все-таки будет определенная, даже может возникнуть монополия на определенные услуги, на определенные программы. Кроме этого, по мнению эксперта, законопроект назвать совершенным сложно. Ведь возлагая на плечи предпринимателей и чиновников дополнительную ответственность, государство не предоставляет никакой помощи. А ведь было бы вполне целесообразно создать госпрограмму по обеспечению безопасности информации. При отсутствии какой-то государственной программы по обеспечению такой защиты, да, это однозначно плохо, это однозначно как бы не системно. В любом случае должно быть финансирование. Как в моем понимании, может быть даже бесплатное предоставление этих программных продуктов или за счет государства, или с компенсацией, или налоговые какие-то льготы должны быть. Такие нововведения могут вызвать определенный дискомфорт в работе многих предпринимателей. и чиновников. Ведь по сути в госструктурах теперь должен появиться новый сотрудник, отвечающий за информационную безопасность, а частному бизнесу нужно покупать программное обеспечение. Так что самое время начать подготовку. Новая пенсионная реформа только рассматривается, а шуму наделала уже достаточно. Разобраться в ней несложно, вот только как она может отразиться на нашей экономике. Мнение экономиста. Сегодня пенсионная система Украины, мягко говоря, не актуальна. Нищенские выплаты, которых ни на что не хватает, заставляют задуматься, а стоило ли нарабатывать стаж и выплачивать ежемесячно пенсионный налог. Нынешняя молодежь уже сделала свой выбор, получая зарплату в конвертах. Так что реформы необходимы. К тому же МВФ отказывает Украине в очередном транше, если пенсионная система не будет изменена. В результате правительство взялось за пенсионную реформу, вот только предложенный вариант вызвал множество споров. Это неудивительно, ведь предлагается уже со следующего года поднять пенсионный стаж с 15 до 25 лет, а к 2028 году до 35. Вот только экономисты считают такие изменения справедливыми. Те изменения, которые произойдут, они делают более справедливыми выплату пенсии, потому что до недавних пор, скажем, на сегодняшний день 15 лет стажа позволяло уже получать хоть минимальную пенсию. И фактически несправедливость была в том, что человек имеет 40 лет стажа, 15 лет стажа, разница в пенсионных начислениях буквально 200-300 гривен, что делало, скажем так, невыгодным работу официально за продолжительный период времени. Зарплата в конвертах и серая бухгалтерия стали привычными на сегодняшний день. А между тем такая теневая экономика довольно сильно бьет по бюджету страны. Ведь отчислений в социальные фонды нет, да и пенсионный в пролете, а в нем денег всегда не хватает. Попытки вывести всю бухгалтерию из тени, в том числе и путем этих нововведений, могут привести, конечно же, к очередному росту цен. Ведь мало кто из предпринимателей захочет терять привычную прибыль. Но экономисты успокаивают, что несмотря на такой соблазн, мало кто на это пойдет. Мы живем в рынке, где достаточно есть конкуренция. Для того, что они поднимают цену на товар, они просто могут уменьшить объемы реализации товара, если другие конкуренты-предприниматели этого не сделают. Так что если пенсионную реформу все же примут, то отчисления в пенсионный фонд должны увеличиться. Так что в теории предложенные изменения должны стабилизировать экономику нашей страны. А вот как будет на практике, покажет время. Филиал «Инфоксводоканал» продолжает реализацию программы модернизации предприятия. На особом месте спецавтохозяйства водоснабжающей организации, парк техники которой пополнился современными машинами. Сегодня они уже активно используются в работе. Современный легкий в управлении, экономичный и, что немаловажно, отвечает международным экологическим требованиям. Новенький «Крас» с двигателем Евро-5 Кременчудского автозавода способен за одну ходку вывести до 18 тонн грунта. За две недели активной работы он отлично проявил себя в деле. На этот раз его помощь понадобилась при замене участка водопровода на улице Ильфа и Петрова. «Очень легко вращается руль. Можно развернуться, повернуться удобнее, чем на тех грузовиках, что раньше упускались. На нем можно ехать груженным или пустым, в пределах 80 километров по хорошей дороге. Спокойно он идет, и что груженным, что пустым. Двигатель имеет 375 лошадиных сил». Новая машина особенно удобна для работы в городе, утверждают на предприятии. «Может заехать в любые переулки, так как у нее стоит гидроусилитель руля. Есть дополнительный бак для специального топлива, который мешается с топливом дизельным, и поэтому получается выброс газов нетоксичен. Если, допустим, старые машины на 100 километров расход топлива был 70 литров, то в этой 33-35 литров». Использование современной техники существенно сокращает сроки выполнения работ, как при аварийных ситуациях, так и при прокладке сетей. А значит, вода в домах одесситов появится гораздо быстрее. В настоящее время руководство филиала «Инфоксводоканал» активно занимается модернизацией спецавтохозяйства. Так, за последнее время парк техники пополнился пятью новыми машинами. «Мы так давно закупили каналопроводившую машину, которая нам очень помогает при производстве работ в закупорках на канализационных сетях. Купили уже за последнее время три экскаватора. Последний экскаватор мы специально заказывали, ждали его выпуска. Это пятая серия GSB. «ЦХ-5», который глубиной копания 6,20 по паспорту. На самом деле мы его проверили. Он копает практически до 7 метров. Это дало нам возможность сократить, намного сократить это в те четыре раза производство работ при аварийных ситуациях, а также при прокладке новых сетей». На сегодняшний день предприятию необходима большегрузная вывозящая техника. Но приобрести ее пока не так просто по причине низких оплат за потребленную воду одесситами. «Выполняем свои обязательства перед городом по инвестициям. Поэтому своевременная оплата за воду и водоотведение дает возможность развиваться нашему предприятию». А чтобы уберечься от перебоев с водой, филиалий «Инфоксводоканал» рекомендует абонентам оплачивать счета за водопользование без опозданий до 20-го числа каждого месяца. Учение «Свет». Фраза всем известная, но есть такие навыки и знания, которым в простой школе не научишься. Именно поэтому мастер-классы на Одесском международном кинофестивале пользуются огромным интересом. И ничего удивительного, ведь здесь можно встретиться с настоящим мастером. Кристиан Пиццульт на Одесском кинофестивале уже не новичок. В прошлом году он был в Одессе и представлял ретроспективу с четырех фильмов. На этот раз у режиссера прибавилось забот. Он стал главой жюри международной конкурсной программы. Тем не менее, кинорежиссер нашел время уделить внимание всем желающим зрителям и провести мастер-класс. А начал он его не с разговоров, а сразу с дела – разбора полетов двух фильмов прошлого века. Первым оказалась французская картина «Нежная кожа» 1964 года. Отрывок, продемонстрированный участником, показывает момент посадки самолета. Стюардессы начинают переобуваться из рабочей обуви в повседневную, чему привлекает внимание главного героя. Он влюбляется в ее ноги. На сами ноги героине режиссер дает целых 20 секунд фильма, в то время как на взгляд главного героя всего пять. Немецкий кинорежиссер учит – это ошибка. К примеру, реклама всегда показывает объект желания, допустим, потрясающую машину или уникальный смартфон. Кино же, наоборот, показывает людей, которые чего-то желают. Но режиссер был настолько поражен видом красивейших ног Франсуазы Дорляк, что даже забыл об этом. Вторым же примером стал американский фильм «Французский связной». Но здесь, наоборот, все сделано правильно. Главный герой идет с детской коляской домой, как внезапно раздается выстрел. С крыши соседнего дома стреляет снайпер. Тем не менее, зритель этого никак не ожидает. Сейчас же большинство режиссеров взяли в привычку показывать прицел снайпера еще до самого выстрела. «Они бы взяли позицию снайпера, потому что любят чувствовать эту позицию силы и мощи. Но этот фильм никогда не показывает мир глазами снайпера. Он всегда смотрит на происходящее глазами героя, населения, обычных людей. А выстрел внезапно врывается в жизнь героев, будто в нашу всю социальную жизнь, как наркодилеры или коррупция». Зашла речь, конечно же, о современном кинематографе. Ведь сейчас, как никогда ранее, чувствуется расстояние между кинематографом массовым и артхаусным. Но Кристиан Пиццольт уверен, это ошибка, такого быть в принципе не должно. «В наше время есть массовое популярное кино, такое, как, например, Spider-Man 4, которое показывают на больших экранах. А есть артхаусное кино, где показывают маленьких страдающих людей с их проблемами. Это кино показывают в очень узком круге. И вот в этом-то и проблема. Я надеюсь, что вы сможете это выучить на Одесском кинофестивале, что между этими фильмами не должно быть разницы. Мы должны бороться с таким делением». Режиссёр также признался. Он большой поклонник женщин. В смысле, как личностей. Во многих его фильмах женские персонажи предстают как очень сильные духовно и морально, которые борются против несправедливого мира и дискриминации. Сам мастер заверяет, он не феминист. Просто находит это явление очень интересным. «Женщинам очень тяжело жить, а тем более жить самостоятельно, быть независимыми. Они борются за независимость, за удачу и независимость. Я нахожу это более интересным, чем сражения с мужскими проблемами». А что же касается нашего города, Кристиан Пиццольд заметил несколько интересных фактов. Например, режиссёр сказал, что никогда в жизни не видел столько девушек на каблуках, как у нас. И такое большое количество кофеин и любителей кофе. А вот кинотеатрами мастер остался недоволен. По его мнению, их очень мало. Тем не менее, Пиццольд заверил, что уже успел влюбиться в Одессу и будет рад вернуться сюда ещё раз. Ну а одесситы, конечно же, будут рады ещё раз пообщаться с мэтром немецкого кино. Полицейские остановили нарушителя на авто. При проверке документов оказалось, что права у него поддельные. Ходят слухи, что в Украине можно купить водительское удостоверение. Но, видимо, тут, как и с другими товарами, перед тем, как отдать деньги, стоит убедиться в его качестве. Просто-напросто показать полицейским. А у нас совсем те ещё новости. Одесские пограничники конфисковали партию обуви. В её подошве контрабандисты прятали амфетамин. Общей стоимостью на 6 миллионов долларов. Оказывается, высокие каблуки нравятся не только модницам, но и контрабандистам. Правда, причины разные. Мужчина давно хотел посидеть в одном из ресторанов в центре. Но, видимо, он был ему не по карману. Поэтому он украл из него стул. Теперь может кушать почти как в ресторане. Где угодно. За окном жара, поэтому нужно быть аккуратным. Особенно на дороге. Таких температур не выдерживают даже машины. На трассе Одесса-Киев загорелся автомобиль. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Ну, кроме самой машины. На Крымском бульваре образовался немаленький провал прямо в земле. Одесситы подошли к ситуации с пониманием и начали забрасывать яму мусором. Ну, а что? Каждый выравнивает, как умеет. Судя по количеству мусора, который оставили фанаты Потапа и Настя после их концерта, они бы решили проблему с провалом за считанные минуты. Причем с горкой. В день рождения любимого актера поклонники и зрители всегда дарят подарки, говорят слова поздравлений и вручают цветы. А затем актеры уходят за кулисы и там начинаются уже свои театральные поздравления в своей театральной семье. Украинский театр всегда славился своими актерами. Многие из них имеют множество различных званий, в том числе и, конечно же, заслуженные. Неудивительно, что дни рождения здесь явления довольно частые и празднуют их с размахом. Но сегодня особенный день. У всеми любимого и уважаемого Игоря Герасченко юбилей – 60 лет. Коллектив подготовил для него не просто подарок, а целую постановку. на так называемый капустник по случаю юбиляра собрался весь коллектив театра в полном сборе – друзья и коллеги. Поздравления, шутки и смех текут рекой. Даже чиновники побросали все свои дела, чтобы хоть на минутку забежать и поучаствовать. Я пришла поздравить замечательного актера, заслуженного артиста Украины, человека, который нас очень радует своими сценическими работами, человека, которого, как вот мы знаем, имеет такой статус и облик очень хорошего друга, коллеги. И вручить почетный, отличный знак городского головы подяка нашему прекрасному юбиляру. Поздравляю вас с этим. К поздравлениям горсовета присоединилось руководство области, ведь не оценить вклад актера в развитие украинского театра в Одессе просто невозможно. За его плечами свыше 50 ролей. Таким опытом могут похвастаться далеко не многие. Теперь пришло такое время, когда самый дорогой подарок, Самое дорогое награда – это внимание и то, что о нас помнят и говорят. И поэтому хотелось бы вручить вам почетную грамоту Одесского областного совета. Я вручаю. Сам именинник все поздравления принимал с радостью и даже немного смущался. Игорь Герященко признается, за 30 лет украинский театр стал не только второй семьей, но и смыслом жизни. Вот и сегодня он на сцене. Исполняет главную роль. Но на этот раз самого себя. Прекрасные дамы то и дело оказывают ему всякие знаки внимания, а в конце даже устраивают парад невест. Юбиляры по ходу действия даже наряжают Дон Кихотом. Небольшой, но не менее уютный капустник украинского театра выдался поистине душевным. Такое поздравление именинник уж точно не забудет. Вы смотрели те еще новости на Медиаинформ. Телефон нашей редакции 737-7016. Спасибо, что были с нами и хороших вам новостей. Всего доброго и до встречи.